МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но он утверждал, что не сбивал человека. Якобы вечером мужчина оставил Тойоту недалеко от своего дома. Замки на дверях иномарки следов взлома не имеют. Поврежден замок зажигания. Автовладельца пригласили пройти тест на алкоголь и наркотическое опьянение. Пешеход был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга. Пострадавшего записали как неопознанного. Мужчина поступил без сознания, документов при нем не обнаружили. По словам очевидца, пешеход вышел из автобуса и переходил дорогу по Зебре в районе остановки в направлении к трамвайному депо. Тот же человек отметил, что в момент наезда ни один фонарь в округе не горел. Электропитание для уличного освещения подали уже при экипаже ДПС спустя минут 15 после наезда. Во дворе дома, стоящего на улице Муравьево-Амурского у перекрестка Сдержинского сгорел кроссовер. Хозяин припарковал его под окнами, но первыми возгорания заметили соседи. Автовладелец в этот момент принимал ванну, поэтому не слышал сработавшей автосигнализации. По словам очевидцев, огонь очень резво охватил всю машину. То есть где-то в половину она загорелась, а в 39 пожарные приехали, она вот уже в таком состоянии. Хозяин Део Виндсторм никаких неисправностей в машине не замечал и предполагает, что ее подожгли. О том, кто это мог сделать, у него нет конкретной версии. Рассказал, что в его распоряжении есть два гаража, но до наступления серьезных холодов всегда оставлял автомобиль под окнами своего дома. Подобной диверсии от недоброжелателей он не ожидал. Автомобиль, который не остановился по требованию полицейских, в центре Хабаровска исколесил весь индустриальный район краевой столицы. Остановили его в районе улицы Урицкого. В тупике почти под самым забором ТЭЦ-1. Полицейские задержали двоих – водителя и его пассажира. Перед задержанием водитель Ниссана «Лаурель» сначала пытался уйти от полицейской погони на прямых отрезках трассы. Для этого он использовал Краснореченскую и Павла Морозова. Поняв, что скоростные характеристики у машин ГИБДД не хуже, лихач сменил тактику. Он дважды заезжал в микрорайон «Пятая площадка» и пытался оторваться от преследователей на улицах с плохим состоянием дорожного покрытия. Как раз во время второй попытки нарушителей задержали. Вероятно, его подвело знание местных закоулков. Он попал в тупик.